Я Татьяна Клепинина, участвовала в Белгороде в создании сборника, посвященного медикам, борющимся с ковидом. Сборник называется «Спасибо за жизнь». Там 12 моих стихотворений вошли. Особенно у меня славится тема материнства и стихотворение, посвященное моей бабушке, которая прожила 97 лет в ожидании сына, который пропал без вести. Если позволите, я его вам сейчас прочту, я с ним везде выступаю. Белый полушавок. Бабушка ни разу в жизни не надела черный платок, все ждала его дядю Леню. От ее имени мне с фронта похоронки не забыть. Мы всем селом старались озакрыть калитки, двери и ворота в час ожидания милостыни из фронта. Я знаю, сотни тысяч сыновей пришли в объятия ждущих матерей. Мой старший сын, любимец Алексей, не баловал обилием вестей. Не в поле боя на войне он пал, под Белостоком без вести пропал. Он без вести пропал. Он не убит, нет похоронки, в землю не забыть. Я жду уже десятки лет подряд, и каждый вечер праздничный наряд из сундука с надеждой достаю. А вдруг не зря сегодня жду. Скажу роднее, смотрите сами. Сынок пришел, вернулся к маме. Он скажет, ну ты маменька даешь, уже почти сто лет живешь. Сынок, кровинушка, солдат, я не носила черный плат. Тебя встречаю в полушалке белом. Хочу, чтоб улица вся пела. Я знаю, сотни тысяч сыновей пришли в объятия ждущих матерей. Так и поныне ждут солдат, не надевая черный плат. Так и поныне ждут солдат.